МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Ну вот, сегодня снова я с вами в гостях. Я профессор Владимир Александрович Захаров. Я хотел бы сегодня рассказать, изготовленную такую тему, которая посвящена тюркской проблеме. Тюркской проблеме и советской власти. Вы знаете, тема эта мало сейчас поднимается, потому что слишком много надо всего искать. Когда большевики пришли к власти в 1917 году, то они для поддержки своего обустройства, для своего устройства, они обратились к мусульманским народам. Это буквально произошло через две недели после того, что произошло в Зимнем дворце. И вы знаете, это обращение было распространено по всем каналам, по тогдашнему возможности. Ну, естественно, это были газеты, в первую очередь. Где они призывали мусульман подняться вместе с ними на мировую революцию. Мусульмане встретили это весьма положительно. И вы знаете, даже появились лозунги «Построим коммунизм с зеленым знамением ислама». Об этом сейчас никто не помнит. Но документы об этом есть. А в 1921 году был большой съезд тюркских народов России, России, СССР тогда уже. И на этом съезде выступал Сталин. К сожалению, его речь не стенографировалась, но она существует в изложении. Она была потом опубликована. В котором он обращается к тюркским народам и призывает их вместе строить новые государства. То есть все было очень хорошо. Понимаете? И идея, которой болели большевики, идея мировой революции, она просто, вы знаете, все время, все время о ней говорили на всех совещаниях, на всех встречах. Правда, Ленин, который больше час жизни провел за границей в Европе, считал, что мировая революция может быть устроена только благодаря здравомыслящему рабочему классу. А такой рабочий класс только есть в Европе. Туронский считал, что мировая революция начнется на Востоке, где настроение мусульманского мира против колониализма очень сильно. Ну и вот это их споры. Они были то такие, то другие. И вот здесь Сталин обратился к тюркским народам, чтобы они были вместе с ними и создавали новую мировую революцию. Внимание большевиков, конечно, привлекла Турция. Новая Турция, которой правил новый президент уже был, султана не было, вот он был свергнут, и новый президент, это тюрк, он пообещал, что они, так сказать, помогут, и все. И большевики стали туда отправлять оружие. Были отправлены тонны золота. Тонны. Об этом есть точные сведения. Сколько, когда, сколько ящиков золота в слитках, в монетах, в вещах, было отправлено в Турцию. Однако, этот тюрк умирает. На его место поступает, вступает другой президент. И все вопросы о мировой революции очень быстро свернулись. Возвращать золото никто не захотел. Но в Турции стали происходить и такие изменения идеологические. Стала появляться идея пантюркизма, создания большого государства из тюркских народов. Понимаете, тема эта очень сложная, чрезвычайно сложная. Тем не менее, надо ее поднимать и рассказывать о ней. Дело в том, что вся эта история Сталин очень внимательно наблюдал за теми перепитиями, которые происходили в Турции. И я нашел разговор, запись разговора Сталина с генералом Лавровым. Это не нынешний министр основных дел России, а генерал, который был тогда, в 30-е годы, он занимался, руководил разведкой, которая была наша советская разведка в Турции. И он докладывал Сталину о том, что происходят такие-то события, такие-то события. В том числе, он, например, сообщает, что Иосиф Виссарионович такой-то журнал опубликовал статью и карту создания Великого Турана. И Великий Туран, граница проходит по территории Турции, Ирана, часть Ирака, и потом Ирана, захватывает Грузию, Армению, Азербайджан, поднимается по Волге до Казани. То есть, вы понимаете, что будет оторвнута часть Советского Союза. И Сталину это, конечно, не понравилось. И он очень внимательно стал следить за тюркскими народами. А в это время наступает Вторая мировая война, и турки заняли позицию Германии. И на границе с Советским Союзом собралось, турки поставили полумиллионную армию. И когда началась война с СССР, то Великая Отечественная война, то Сталин вынужден был держать такую же армию вот в Грузии, Армении, вот на границе с Турцией. Потому что он понимал, что могут быть любые провокации, может быть, перейти, они могут перейти границу, все. Но тут произошло дальнейшее, его мыслительный процесс работал. И он как бы представил себе, что если турки попросят помощь у Германии, Германия окажет, они легко перейдут границу, мы не сможем их удержать. И, естественно, они тут же пойдут к своим тюркским народам. А тюркские народы здесь рядом, на Северном Кавказе, от границы недалеко. Это карачаевцы, балкарцы, нагайцы и так далее. И, естественно, самый большой народ, карачаевцы и балкарцы, они должны быть убраны уже тогда, подальше, чтобы турки с ними не встретились. И уже тогда появились идеи, об этом тоже, понимаете, мало кто вспоминает, знает, идеи выселения народа. Но немцы наступали очень быстро, они захватили территорию Северного Кавказа, а выслать, как можно выслать? Никак. И когда освободили эту территорию, то вы знаете, что 2 ноября 44-го года были высланы карачаевцы. И уже 8 марта 44-го года были высланы балкарцы. Так что вот эти все выселения, они были заранее продуманы и подготовлены. Но тут происходит следующее. Народа нет. Значит, не должно быть и его истории. И вообще это пришли народ. Карачаевцы балкарцы здесь никогда не жили. Это все пришли недавно появились тут вот в 18-м веке, ну, может, в 17-м веке. И нашлись специалисты, которые все это помогли Иосифу Виссарионовичу выполнить, исполнить его желания. Так появилась идея о ираноязычии нынешних осетин, о том, что ираноязычными были и древние потомки осетин, скифы, сарматы и оланы. Хотя, вы знаете, удивительно, но те воспоминания, которые существуют современников, древние авторы, средневековые авторы, то есть это вещи, которые записи были сделаны еще что-то до нашей эры, что-то в первые века нашей эры, они почему-то странным образом указывают, что вот эти народы, да, скифы, сарматы, оланы, они говорили на другом языке, не на персидском вовсе. Это одна сторона. Вторая сторона, они были и жили среди тюркских народов. То есть ясно, что они жили среди всех народов, с кем могли общаться. они не жили с теми, с кем нужно было иметь переводчиков, или как тогда их называли толмачами, да, вот, и поэтому они жили среди своих же народов, да, которые носили другие названия, печенеги и так далее. И вот сейчас, когда начали говорить о печенежском языке, о том, что печенежский язык один из древнейших тюркских народов, тюркских языков, вот, и что они имели письменность, то вот что удивительно, да, фрагменты письменности находят там где-то в Средней Азии, да, но основные фрагменты письменности, да, которые сделаны на камнях, они, оказывается, находятся здесь рядом, в Карачаево-Черкесии. вот на Хумаринском городище, знаменитое городище, о котором все вы знаете, на тех блоках каменных, которые там стали разбирать, да, стали находить какие-то вот черты и резы, как говорится, да, и карачаевский ученый Байбайчоров впервые их прочитал. Он, зная рунический алфавит, зная обозначение букв, они легко читаются, именно переводятся с тюркского языка, ну, с карачаевского. Я хочу обратить ваше внимание, и, пожалуйста, ученые, уважаемые Карачаева-Черкесии, обратите на это внимание, в вашем родном языке в древнейшем языке, который сохранился с древнейших пор, сохранились элементы печенежского языка. Это очень важно. Займитесь, вы специалисты, займитесь, пожалуйста, и вы выясните, вы можете составить целый словарь печенежских слов. Это будет уникальная работа, уникальная работа, которая прославит вас во всем мире, потому что словаря печенежских слов не существует. оказывается, он есть. И Байчоров очень много нашел таких надписей, и не только на хуморе, да, и в других местах, на камнях вырезаны, нацарапаны, процарапаны, вот эти вот рунические знаки, которые обозначают буквы. так 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 это вот тема, она сейчас открыта, и она ждет своих исследователей, потому что надо продолжать работу Байчорова. И вот тут мы легко переходим к теме, которая называется «Аландская проблема». Да, она очень политизирована оказалась последние 70 с лишним лет. Очень политизирована. Во-первых, я уже сказал, еще раз повторю, что было распоряжение Сталина, да, вы его не найдете, но оно существовало, нет народа, нет его истории. И все эти люди, которые населяли здешние места, это все пришлые элементы, которые никакого отношения не имеют. Но вот что интересно, существуют карты, старинные карты XVI века, где указаны, их составляли иностранцы, и там указаны, например, территории, да, народы проживают где, и указаны Аланы, Алания, да, она соответствует границам нынешнего Карачаева-Черкесии и части Кабардино-Балкарии. Есть страна, которая называется Осетия. Я еще раз повторяю, это карты XVI века. Понимаете, насколько это интересно и важно? Вот. Поэтому все это необходимо изучать, надо все это делать. К сожалению, ну, сейчас практически вы не найдете специалистов по проблеме Алана здесь, в Карачаевой-Черкесии. Понимаете, как сказал поэт, одних уж нет, а те далече. Нет Лайпанова, нет Мезиева. Это были великие исследователи. Это очень крупные были исследователи, которые известны во всем мире. Да, их кто-то не признает, но, понимаете, у меня может быть одно мнение, да, а у вас может быть другое мнение. И тут не играет роли о том, кто из нас прав. Доказательная база является база научного изучения конкретного вопроса. А конкретный вопрос, любой из них, он имеет многостороннюю такую степень изученности, понимаете? То есть приходится еще, так сказать, копаться и в этой теме, и в этой теме, и в другой, и в пятой, десятой, понимаете? Чтобы объяснить, наконец, доказать что-то из новых постулатов. Поэтому аланская проблема, она должна быть одной из центральных для Карачаево-Черкесской республики. И я думаю, что в Карачаево-Черкесском государственном университете найдутся там специалисты, есть прекрасные специалисты по карачаевской филологии, по тюркской филологии, вот, которые будут, создадут, пусть это будет небольшой центр, там не нужно, чтобы это были сотни людей, понимаете? но десяток людей, которые интересуются этой темой, которые знают, которые понимают, они могут легко составить костяк этой группы. И это будет именно научное исследование этой проблемы, проблемы, которая называется Аланская. Потому что вопрос и об истории Алана, его надо пересмотреть. Вы знаете, многие занимают такую позицию, но уже об этом сказано, и надо материалы, которые мы нашли, вот, археологические, там, другие, вот, они надо под это подогнать, понимаете? Чтобы меня мои коллеги не называли Белой Вороной, чтобы они не ругались на меня. Потому что я скажу новое слово. Сейчас вышла книжка о скирском языке. Оказывается, они никакого отношения не имеют к персидскому языку, или, как сейчас говорят, называют его, ираноязычному. На самом деле слово Иран появилось недавно, а так это вот в это были персидскоязычный язык. Поэтому, но он не имеет отношения к алландскому языку. И это очень важно. Понимаете? Я не хочу сейчас называть здесь никакие имена, но поверьте, что написано очень много работ. Вы знаете, это сотни книг, тысячи статей, которые повторяют одни и те же выдумки и придумки. Понимаете, когда составили слова скирских слов, то взяли за основу имена царей. Но вот что странно, почему это переводя это имя по-осетински у этого бедного царя получается имя жена-убийца, зубы лучше долото, стрижены. Простите, стрича начали только в начале 19 века. Вами изобрели подстригательную машинку. Понимаете? Не могли же родители дать своему только что родившемуся жена-убийца имя? То есть, что он знает, что он убьет жену свою? Такие вот глупости они вы знаете можно встретить в разных работах. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания. С вами был Владимир Захаров. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова